Климатологи предсказали возвращение древних лесов Антарктиды. Этому вопросу была посвящена прошедшая в Лондоне конференция Британского Королевского Метеорологического Общества. Несколько миллионов лет назад на Земле продолжался сравнительно теплый период Плеоцена. Средняя температура тогда была на 24 градуса выше современной, а уровень океана на 20-25 метров выше. В то время, по данным ученых, в Антарктиде недалеко, как в 500 километрах от Южного полюса, росли буковые и хвойные леса. Недавно исследователи нашли останки листьев Южных буков. Исследования показали, что сегодня содержание углекислого газа в атмосфере уже достигло того уровня, что и в эпоху Плеоцена. Два этих факта наталкивают ученых на мысль, что из-за таяния ледников возможно, что Южный полюс может снова обрасти растениями. Повышение уровня углекислого газа предпочитают связывать с деятельностью человека. В Казанском федеральном университете не все ученые согласны с такой трактовкой. Что природа надумает сделать, да, то и будет. Вот сейчас природа задумает, скажем, природный процесс, что нужно похолодание сделать на 2 градуса за 200 лет. Она сделает это. И все наши потуги выпускания углекислого парникового кассы окажутся таким смехотворным объемом. Казанский федеральный университет также активно занимается климатическими исследованиями. В этом направлении работают Институт экологии и природопользования, Институт геологии и нефтегазовых технологий, Институт физики и несколько лабораторий, существующих в рамках приоритетного направления «Эко-нефть». Проекты КФУ в этом направлении отмечаются мировым сообществом. Казанский университет вошел в список лучших университетов мира в категории «Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями» рейтингового агентства «Таймс Хайер Эдукейшн». 37 место мы получили в мире, то есть это тоже, я хочу сказать, очень уникально, среди университетов, осуществляющих работу с изменением климата. В рамках направления реализуется целый ряд мероприятий. Одно из таких – совещание межправительственной группы экспертов по изменению климата. Мероприятие собрало 135 исследователей из 35 стран мира. На ней эксперты обсуждали состояние окружающей среды и многое другое. Они ставят прессовую задачу, как адаптироваться к этим изменениям и как смягчить негативные изменения и как можно меньше допустить ущерба от тех проявлений, ну первое, такого стихийных беств и так далее. Артем Топичкин, Универньюз.